Друзья, сегодня у нас в гостях Владимир Вахреев. Из Атарстана известный социальный педагог, человек владеющий языком, ясным умом, который умеет рассказывать понятно, доступно, на простом русском языке, что такое хорошо, что такое плохо, касательно алкоголя, табака и естественно наркотиков. То есть без шприца слово влечь, логикой, чтобы мы с вами. А здесь кто в зале сидят у нас учителя? Социальные педагоги. Врачи есть, медики? Медики есть. Вот чтобы вашу работу активизировать, понятно, что вы всему многое умеете, у вас в кармане есть дипломы и даже у некоторых красного цвета, хорошо учились. Тем не менее, по конкретному направлению неплохо послушать Владимира Анваровича, чтобы нам из Магнитогорска детей, подростков и юношей не отправлять потом поездами в закрытые поселения, изолировать от общества, где насильственным методом учить ему разум. Чтобы этого не случилось, лучше вовремя их остановить. А как это сделать, Владимир Анварович поможет вам, расскажет об этом. Я покидаю этот зал, Владимир Анварович, вам слово. Прошу слушать внимательно. Кстати, Владимир Анварович не первый день в Магнитогорске, будет до конца недели. Сегодня он начнет работу в 50-й школе и будет в ней работать до конца недели. Пройдет многие классы и покажет от А до Я всю свою методику. Все это будет записываться на видео, потом будут диски с методикой Владимира Анваровича. И кому интересно получить все это и изучить, кто физически в 50-ю школу, естественно, не попадет сегодня, может это сделать у Владимира Анваровича у вас, да? Да, вот это я. Найдете у кого сделает, вам это все. Ко мне, в конце концов, обратитесь, каждый получит подобный диск. Владимир Анварович, пожалуйста, спасибо вам. Спасибо. Добрый день. Я из Татарстана, город Альметьевск. Это столица нефтяного края Татарстана. В городе Альметьевске я представляю несколько организаций. Одна из них – Управление по делам детей и молодежи. Я работаю социальным педагогом. Вторая организация – это Общественная нагрузка. Альметьевское городское общественное движение «Благотворительный реабилитационный центр имени Талгата Шайхулина». В этом центре мы бесплатно 14 лет подряд оказываем помощь наркоманам, алкоголикам, курильщикам. И параллельно с тем, что я буду вести уроки днем, вечером, позавчера, мы начали в вашем городе спецкурс по освобождению от зависимости. Если у ваших близких есть такие проблемы, как алкоголизм, наркомания, вы можете их пригласить сегодня вечером, они еще не опоздают. В 6 часов вечера по адресу улица Грязнова, 51, я провожу спецкурс по освобождению от зависимости. Вам раздадут или уже раздали буклеты, на которых есть мой телефончик. Если вдруг что-то забудете, можно будет позвонить и переспросить. Итак, в управлении по делам детей и молодежи я работаю социальным педагогом и провожу в школах, в средних, специальных, высших учебных учреждениях, лекции, уроки с родителями в детских садах, в школах, на родительских собраниях, на предприятиях города. Беседы направлены на профилактику употребления психоактивных веществ. Почему я этим занимаюсь? – Проблема наркомании есть в каждом городе. По Магнитогорску я четкую статистику в интернете найти не смог. И поэтому приведу на примере нашего города ситуацию с наркоманией. По нашему городу, я думаю, вы понимаете, что ситуация примерно везде одинаковая. И поэтому о ситуации в Альметьевске. В 2000 году, когда мы начинали работать, население города было 160 тысяч человек. Чуть меньше 160, так же, как и сейчас. В Магнитогорске сколько народ живет? 417. Итак, значит, наркоманов в 2000 году на учете в наркологии было 400 человек. Реальные цифры, для того, чтобы понимать, сколько людей реально употребляет, в 2000 году умножали на сколько? На 10. В спеццентре его только открыли, значит, умножали на 10. Поэтому реальное количество наркоманов – это 4000 человек в 2000 году. 4000 наркоманов на 160 тысяч. Прошло 13 лет. На учете наркоманов в Альметьевске сейчас почти в два раза больше. А значит, реальное количество сколько? 8 тысяч. 8 тысяч было бы, если бы наркотиков было как в 2000 году. В 2000 году все наркотики можно было пересчитать по пальцам. Не более десятка. Героин, кокаин, марихуана. Сегодня наркотиков такое количество, что наркоконтроль не успевает включать в список запрещенных. И мы общались с заместителем главы Федеральной службы наркоконтроля по Татарстану. Он сказал, что сегодня только в списке запрещенных более 100. А не запрещены еще пока сотни наркотиков. И поэтому сколько сейчас наркоманов в нашем, в вашем городе, в нашей стране не знает никто. Но вы понимаете, что эта цифра гораздо больше, чем 8 тысяч. К чему я? Я к тому, что за 13 лет в два раза выросло количество наркоманов. По самым скромным подсчетам. Пройдет еще 13 лет, в 2026 году, когда у наших детей начнут появляться дети. Наркоманов в самом лучшем случае будет сколько? 16, это если наркотиков не более десятка. А если вспомнить, что сегодня в Китае каждую неделю придумывают новую химическую формулу наркотика, то я просто боюсь догадываться, где и с кем нам предстоит жить. То есть каждый десятый житель Альмитинска через 13 лет в России народу живет. Три ноля прибавляйте. Примерно ситуацию по России можно наблюдать на примере нашего города. Только прибавлять три ноля. Я смотрел в интернете, в Магнитогорске, 12 тысяч состоит на учете, из них четвертая часть наркоманы. То есть три тысячи человек. Как быть, как спасти наших с вами детей, как помочь им, чтобы отбить у них желание, стремиться изменить свое сознание. Вот об этом сегодня я хотел бы поговорить. Об особенностях проведения уроков в нашем городе. Уроков, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ. И в самом начале я хотел бы указать на стандартные ошибки, которые допускают люди, занимающиеся профилактикой употребления психоактивных веществ. Каковы основные направления в сфере профилактики употребления психоактивных веществ? На что делают акцент? Организовать досуг, если применительно ко мне, как к родителю, то я должен больше внимания уделять ребенку, больше любви. Так? То есть это одно из основных направлений, на котором делают акцент. Но в чем ошибка? То есть вот это направление, оно не дает гарантированного результата. Почему? Потому что получается так, что... Ну вот к нам привели человека, он в 2009 году перестал употреблять героин. Это в реабилитационный центр к нам привели человека. За то, что он перестал употреблять героин, родители ему купили машину за 700 тысяч. Это любовь к ребенку. Ребенок, правда, уже был большой, за 20. Мотивация. И вот он на этой мотивации начал ездить за другим наркотиком под названием Spice. Поэтому любовь и внимание, конечно же, нужны. Но не являются гарантией для получения профилактического эффекта. Еще одно направление, ярко выраженное в отношении профилактики употребления психоактивных веществ. Ребенка пытаются, ну опять же, занять, организовать досуг. Каким образом? Самый эффективный какой образ? Спорт и здоровый образ жизни. Это спорт. Я не против здорового образа жизни. Я за. Самому очень нравится чувствовать себя здоровым. Люблю заниматься спортом. Но гарантии спорт и здорового образа жизни, оказывается, не дает. Достаточно вспомнить, что 2009 год у нас проводился в стране под девизом «Спорта и здорового образа жизни». Помните? Весь год в продуктовых магазинах круглосуточно продавали Spice. Школьникам и пенсионерам. Я почему делаю акцент? Потому что эти группы людей, они раньше к наркотикам не подходили. А здесь круглосуточная продажа в продуктовом магазине. Чтобы доказать, что спорт и здоровый образ жизни не самое главное в профилактике, я приведу простые примеры из спортсменов-наркоманов. Диего Марадона, Адриан Муту, Майк Тайсон, Мартина Хингис. Это вообще символ здорового образа жизни. Может ли человек с бычком во рту быть символом здорового образа жизни? Если вы не слышали, то в 2010 году Арнольд Сварценеггер был губернатором штата Калифорния. И вопреки мнению большинства населения, снял уголовную ответственность на выращивание и курение коноплей. А это люди, которым стремятся подражать дети, подростки, молодежь. И поэтому еще раз хочу сказать, что акцент на здоровом образе жизни, на спорте, это не гарантия. Если делать, концентрировать внимание именно на этом. Для того, чтобы понять, на чем нужно концентрировать внимание, необходимо рассмотреть проблему наркомании с научной точки зрения. А непосредственно разобрать то, как человек становится наркоманом, с чего наркомания начинается. С употребления наркотиков, согласны? Какие наркотики вам известны? Героин, кокаин. Наркотиков названий очень много. Вот два наркотика, о которых обычно, как о наркотиках, не говорят. Это никотин и алкоголь. Как доказать, что эти вещества являются наркотиками? Зависимость. А какие наркотики сильнее вызывают зависимость? У всех наркотиков одинаковая зависимость. Но вот самый главный нарколог нашего города, он говорит, за более 30-летний стаж работы в наркологии, я заметил, что самое большое пристрастие вызывает наркотик под названием никотин. В вашей жизни есть примеры. К нам в реабилитационный центр приходил мужчина, курил 52 года. Из-за курения ему отрезали ногу. Сказали, если курить не бросишь, отрежем вторую. Он говорит, впервые в жизни я решил бросить курить. Пришел в аптеку. В аптеке купил все лекарства, которые там были. От курения. Начал их есть, никакого эффекта бросить курить не могу. Никотин, наркотик. Как доказать, что алкоголь наркотик? Зависимость. Зависимость такое скользкое понятие. С алкоголем проще, чем с никотином. Вам раздали обращение 1700 врачей. Да, обращение составил самый старый в мире хирург Федор Григорьевич Углов. Человек прожил 104 года, до 100 лет делал операции, никогда не пил спиртное и не курил. В 1991 году он составил обращение, которое находится у вас в руках, которое, кроме него, подписало еще 1700 академиков и профессоров. В этом обращении 1700 человек подписалось под тем, что алкоголь является сильно действующим наркотиком. И первые два столбца на развороте посвящены высказываниям выдающихся ученых. В качестве примера, средний столбец. Откройте буклет, средний столбец, второй, по-моему, зад, сверху, в Большой советской энциклопедии. Есть такое? В Большой советской энциклопедии, это труд всех ученых Советского Союза, сказано, что алкоголь относится к наркотическим ядам. Еще одно доказательство, неопровержимое, что этиловый спирт, он же алкоголь, является наркотиком. Вы можете прочитать, если наберете в интернете 4 буковки, и вот эти вот 7 цифр, 18372. Вам откроется документ, в котором будет написано. Перед вами государственный стандарт этилового спирта. Жидкость, которая содержится в пиве, в вине, в шампанском. Возраст 41 год, как мне. С 1972 года известно, что спирт этиловый является, эта бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам. Сильнодействующим. Смотрите, у героина ГОСТа нету. А у спирта он есть. И спирт по ГОСТу является сильнодействующим наркотиком. Вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Вы когда-нибудь слышали о каком-нибудь пищевом продукте, который при попадании в организм вызывает паралич нервной системы? Нет. Ознакомьтесь, это этиловый спирт. Этиловый спирт, который до сегодняшнего дня продается на прилавках в продуктовых магазинах, рядом с молоком, с конфетами, с хлебом. Итак, этиловый спирт, сильнодействующий наркотик. Интересная особенность. Для того, чтобы население не узнало об этом, вы когда-нибудь этот ГОСТ видели? Нет, потому что мы редко интересуемся такими вещами. Для тех, кто... Интересуется, даже для тех, кто интересуется, сделали так, чтобы информация стала недоступна, и ГОСТы начали менять. Вы заметили, он стал короче? Нет. А вещество может с годами менять свойства, если только в документах. Как вы думаете, что отрезали в 93-м году? Вот ситуация с алкоголем имеет вот такую тенденцию. Посмотрите, если ничего не менять, если жить, как мы с вами жили до прихода на эту встречу, считать алкоголь, этиловый спирт, пищевым продуктом, то не стоит удивляться тому, если в 2014 году появится ГОСТ, где будет написано, что этиловый спирт это жидкость с витамином С, полезно для здоровья, а о том, что спирт полезен для здоровья, слышно уже давно. Понятно? К спирту приделывают такой ГОСТ, потом к героину. Итак, наркомания начинается с употребления наркотиков. Люди, употребляющие наркотики, называются как? Наркоманы. Если человек употребляет героин, это понятно, он наркоман. Если колется, если не колется, а как-то по-другому употребляет. Например, нюхает, курит, с водой размешивает, пьет. Тоже наркоман. Никакой разницы нет, каким образом. Согласны? Если ежедневно, это понятно, если не ежедневно, а с перерывами через день. Тоже. А если только раз в год? Для нас с вами нет никакой разницы. Если мы заходим на Новый год и видим, что кто-то на Новый год употребляет наркотик, мы не знаем, первый, в 21 раз человек, употребляющий наркотики, с целью получения опьянения, является наркоманом. Неважно, как часто он и каким образом это делает. Итак, если это кокаин, наркомания кокаиновая, наркоманы кокаиновые. Если героин, героиновые. Если никотин, никотиновые. То есть более точным определением курящего человека будет не курильщик, а никотиновый наркоман. Почему? Потому что зависимость от курения вызывает не процесс курения, не движение, а наркотик под названием никотин. Героин, героиновый, никотин, никотиновый, алкоголь, алкогольный наркоман. Что это значит? Это значит, что все те люди, которые по праздникам употребляют алкоголь, являются кем? Если вы сомневаетесь в том, что человек, употребляющий по праздникам, является алкогольным наркоманом, я хочу привести в качестве доказательства еще один документ. Я не буду просить поднимать вас в руку, кто у нас здесь употребляет, кто не употребляет. Почему? Потому что известно, что в нашей стране люди по праздникам пьют. И поэтому часть людей относится к этим категориям, чтобы понять, что это наркомания, в качестве доказательства международной классификации болезней 10-го пересмотра. Это документ, который используют врачи всего мира. Здесь от шифра F10 до F19 расположены наркомании, которые, согласно медицине, являются психическими расстройствами. Психическое расстройство, связанное, внимание, фраза, с употреблением алкоголя. С употреблением, не со злоупотреблением, а с употреблением наркотиков. Вы знаете о том, что, слышали о том, что сейчас болезни пишут, вот шифрами слышали об этом? И каждая болезнь имеет свой шифр. Так, наркомания алкогольная – это шифр F10. Психическое поведенческое расстройство, вызванное употреблением. Что это значит? Это значит, если человек на Новый год. Новый год не может провести без шампанского. У него алкогольная наркомания. Шифр F10. Если человек не может жить без героина, заметьте, героин, опий, F11, сразу за алкоголем следует героин. Например, F11 – употребление марихуаны, конопля или современных заменителей спайсы. Это F12. F14 – кокаин. F17 – никотиновая наркомания. Для того, чтобы уберечь наших с вами детей, мы с вами обязаны рассказать им о том, чтобы они не попали. В наркотическую зависимость. О том, как наркотическая зависимость развивается. И сейчас я хотел бы вас познакомить с механизмом, который открыл ленинградский ученый Геннадий Андреевич Шичко. Это человек, который работал в Институте экспериментальной медицины. Более 30 лет помогая пьющим и курящим. Сделал несколько открытий, благодаря которым стал возможен, во-первых, выход из зависимости, а во-вторых, открывается ясная картинка того, как человек становится наркоманом. И механизм выглядит следующим образом. Мы уже сказали, человек начинает употреблять наркотики. Но для того, чтобы человек начал употреблять наркотики, с ним что-то нужно сделать. Все с детства знакомы с запахом, например, табачного дыма. Табачный дым имеет какой запах? В смысле, не знаю. Какой? Неприятный и вонючий запах. Так или нет? А алкоголь имеет какой вкус? Неприятный вкус. Что нужно сделать человеку, чтобы он начал употреблять невкусные жидкости, вдыхать вонючий дым? Посмотрите, первая затяжка табачным дымом дает что? Кашель во рту, неприятные ощущения. Что нужно сделать человеку, чтобы он, зная, что дым воняет, начал его вдыхать? Несмотря на кашель, несмотря на тошноту и рвоту, которая открывается при употреблении алкоголя, в большинстве случаев, если человек делает это впервые, что нужно сделать человеку, чтобы он, несмотря на это, продолжал это делать? Употреблять алкоголь и табак. Человека нужно заинтересовать, согласны? Ничего в этой жизни человек без интереса делать не будет. Для того, чтобы он что-то начал делать, должен возникнуть интерес. Нам с вами, как родителям, как педагогам, обязательно нужно знать, в каком возрасте формируется интерес к наркотикам. Давайте, чтобы не спорить о возрасте, в котором возникает интерес, возьмем возраст, в котором интереса к наркотикам точно нет. Значит, в большинстве случаев рождается ребенок независимо. Интерес к наркотикам есть при рождении? А теперь вопрос на засыпку. Когда ребенок родился, он рождается трезвым? Как вы думаете, ребенок, когда родился, он счастлив? Каждый день или только по праздникам? Каждый день. Для того, чтобы быть счастливым, что-нибудь вдыхать или вливать в него нужно? Нет. У нас речь идет о наркотиках. Понятно, что кушать и пить ребенок должен. А здесь речь идет о наркотиках. Ребенок родился, трезвость, праздник, каждый день. Ребенок сразу попадает в окружение взрослых и видит, как окружающие его взрослые, не обязательно родители, это может быть в телевизоре, показывают цены с употреблением алкоголя и табака. Если ребенок видит окружающие взрослые, родители или в кино, взрослые употребляют алкоголь и табак, если окружение употребляет алкоголь и табак, какой вывод делает ребенок? То это нормальное состояние, и именно так нужно жить. Я прихожу в школы и рассказываю детям, вот схему о наркотиках дают то же самое. И когда я дохожу до алкоголя, первый вопрос, который мне задают школьники в любой школе, они меня спрашивают, а вы сами пьете? Я. Я говорю, нет. Вообще что ли не пьете? Я говорю, вообще не пью. Я говорю, даже пиво, я говорю, и пиво не пью. Даже шампанское в Новый год. Я говорю, не пью шампанское. Я говорю, а зачем пить шампанское в Новый год? Девочка в восьмом классе задумалась. Она говорит, не знаю. Она не знает, зачем это нужно делать. Но она точно знает, что это должно быть шампанское и в Новый год. Вряд ли это делали на ее глазах родители алкоголики. Что алкоголики шампанское не пьют. но вот эта девочка в восьмом классе она не знает зачем но точно знает что именно шампанское и точно в новый год то есть смотрите вот эти программы которые даются ребенку с детства они воспринимаются ребенком без всякой критики и он не знает зачем пить шампанское не знает зачем нужно ходить на двух на вы не знаете зачем на двух ногах на выходе нет просто так принято и по-другому никак и с алкоголем тоже самое ребенок воспринимает употребление алкоголя как должное и потом в школе удивлять вообще что не пить у него в голове не помещается что можно вообще не пить и после этого мы с вами хотим иметь какую-то гарантию от каких-то наркотиков что происходит дальше ребенок идет в детский сад в один детский сад меня попросила прийти заведующая жалуясь на то что родители приходят иногда за детьми в нетрезвом состоянии иногда пьяные я пришел в детский сад за час до родителей попросил детей этих родителей мне дали 15 детишек в возрасте от 6 до 7 лет я рассадил их круг раздал карандаши бумагу и попросил их нарисовать как они себе дома представляют праздник вы наверное понимаете что они нарисовали все дети нарисовали стол стол на столе у всех все было по-разному цветы пирожное мороженое у всех все по-разному а вот это у всех было одинаково тогда я каждого спросил что у тебя в бутылке из 15 9 человек сказали что в бутылке пива вино шампанское что это значит это значит что в возрасте 6 7 лет больше половины детей праздник без наркотика не представляет они не знакомы с гостом и может быть никогда о нем не узнают как не знали вы они никогда о нем не узнают и может быть погибнут от алкоголя так и не узнав что это наркотик но праздника в голове в 6 лет без наркотика в голове не помещается вот этот эксперимент был больше десяти лет назад а в позапрошлом году меня пригласили в элитный садик нашего города заведующий не начали жаловаться просто плановая беседа я пришел в детский сад сидят элитные родители я рассказываю об эксперименте выходит заведующая и говорит уважаемые родители в нашем детском садике в я сильной группе два-три года рисовать понятно ничего пока не умеет но уже почти все умеют чокаться обниматься и шататься в каком возрасте формируется интерес к наркотикам это элитный садик вряд ли там есть родители алкоголи в каком возрасте формируется интерес к наркотикам в том же возрасте в котором формируется интерес к тому чтобы ходить на двух ногах воспринимается это все в одном и том же возрасте и так перед вами стол с бутылкой геннадий андреевич шичко назвал это алкогольная программа праздника который говорит человеку о том что праздник это алкоголь алкоголь праздник и что для того чтобы праздник был нужно обязательно что-то употребить то есть до алкогольный праздник алкогольный программ праздника у человека праздник каждый день а вот здесь он видит что оказывается не каждый день а только когда что-то попало внутрь и так сам механизм наркотической зависимости формируется следующим образом в сознании человека формируется программа программа положительного отношения алкоголю у всех с детства формируется положительное отношение к алкоголю вот когда я прихожу в школу я делаю опрос и И первый вопрос, один из вопросов в анкете. Пробовал ли ты пить спиртное? Восьмые и девятые классы отвечают где-то в процентах 30, как минимум. 30% школьников отвечают, пробовал пить спиртное. Затем спрашиваю, как вы относитесь к алкоголю? Школьники говорят, как? Отрицательно. А показываю анкету, 30% уже попробовали. Если человек попробовал, это какое отношение? Положительное, потому что то, к чему я отношусь отрицательно, я не позволю проглотить или попробовать на вкус. Итак, программа отношения, программа поведения, как себя вести. Если праздник, что нужно делать? Нужно что-то употребить. Если праздника нет, нужно его создать. Как? Выпить. Если не праздник, а наоборот горе. Вообще нужно напиться. Как в кино показывают. Итак, программа, она формируется под воздействием окружающего общества. Если человек родился и выжил в России, то в его сознании формируется программа положительного отношения и поведения, как себя вести. Затем программа, любая программа, требует реализации. И человек начинает... Вот давайте вспомним. Способность ходить на двух ногах, она врожденная? Нет. Человек приобретает эту способность. Мы знаем, что если выжил человек в джунглях, ребенок среди зверей, то он ходит как? Как животное на четвереньках. И поэтому это приобретенное, значит, ходить на двух ногах и пить спиртное. И вот что происходит. Человек приобретает программу ходить на двух ногах. Как мы об этом узнаем? Он в годик примерно встает на две ноги. Программа требует реализации. Человек начинает ходить на двух ногах. Эта программа на всю жизнь. И можно ли ее изменить? Не получится. То же самое происходит с программой к употреблению алкоголя. Человек рождается вроде в Татарстане, вроде мусульманин. Ну, считает себя таковым. Но программа требует реализации. И человек начинает употреблять. Употребление наркотиков вызывает что? Зависимость от наркотиков бывает двух видов. Физическое и психологическое. Какая самая сильная? С медицинской точки зрения, психологическое самое тяжелое. Медики утверждают, что физическую можно снять в течение трех-четырех дней. Поставить себе капельницу, прокапать лекарствами. Физическая зависимость исчезает. Остается психологическая. А как вы думаете, почему психологическая зависимость самая тяжелая? Ее тяжесть заключается в том, что человек, когда она, внимание, формируется, он ее не замечает. Я провожу встречи с родителями. И человек сидит, слушает, он говорит, что ты меня лечишь? Что ты мне рассказываешь? Я свободный человек. Хочу пью, хочу не пью. Только в пятницу вечером почему-то все время хочу. Почему хочу, не пойму. Когда предлагают отказаться, не могу. Вот в этом и заключается тяжесть психологической зависимости. Когда она возникает? Она возникает с первого приема любого наркотика. Когда она возникает, человек ее не замечает. И даже когда она есть, он этого не отслеживает. Геннадий Андреевич Шичко назвал психологическую зависимость простым словом привычка. Привычка пить по праздникам. Психологическая зависимость. Праздник как без спиртного. Как это Новый год и без шампанца. И только потом у некоторых, у некоторых, не у всех людей, некоторые не доживают до этого. Формируется физическая зависимость. Вот здесь человек становится алкоголиком. А до того он был кем? Как называются люди, употребляющие сильно действующие наркотики по праздникам? Наркоманы. Поэтому до этого человек становится просто алкогольным наркоманом. И только потом может стать алкоголиком. Это как бы высший уровень алкогольной наркомании. Что здесь еще примечательно? Наркомания при страсти к нелегальным наркотикам возникает именно на алкогольной программе праздника. То есть попробовать какие-то другие наркотики человек может проще перешагнуть через психологический барьер, если он уже попробовал или алкоголь, или табак. Так, например, среди тех, кто пробовал спайс, 99% сначала начали курить. Обычный табак. То есть ломается психологический барьер, потому что табак считается чуть ли не пищевым продуктом, в продуктовом магазине продается. Все те наркоманы, которые к нам приходили, героиновые наркоманы, за 14 лет это сотни человек. И все они, делая анализ своей жизни, пришли к выводу, что я начал употреблять героин или какой-то другой наркотик, запрещенный, никогда бы не начал, если бы не пил спиртное и не курил. Вот к такому выводу пришли все наркоманы, которые приходили у нас в реабилитацию. Итак, мы рассмотрели механизм формирования наркотической зависимости. Перед нами механизм, состоящий из четырех деталей. Медицина, внимание, утверждают наркологи, то зависимость от наркотиков, она только двух видов. Физическая и психологическая. Геннадий Андреевич Шичко, ленинградский ученый, открыл, что существует еще одна форма зависимости. Это программа в сознании человека. И ее программу можно назвать информационной зависимостью, то есть употребление наркотиков начинается с информации. Например, алкоголь употребляют, почему? Потому что в голове есть информация какая? Положительная. Положительная, что алкоголь? Чего? Полезен. В каком количестве? По чуть-чуть. Скажите, пожалуйста, можно ли наркотики употреблять по чуть-чуть? Нет. Но в случае с алкоголем нам с вами пробили голову. Это первая информационная бомба, которая пробивает сознание человека. И потом через эту дырку в сознании вливается другая информация о других наркотиках. И раз уж мы с вами работаем и заинтересованы в том, чтобы наши дети не употребляли наркотики, наши личные дети, дети которых мы обязаны воспитывать, мы должны знать о том, что это первая информация, которая пробивает психологическую защиту у человека, что алкоголь полезен. Если эту информацию человек воспринимает как должное, то все остальное вливается автоматически. Самая главная составляющая программы – это ложные убеждения. И вот еще раз хочу сделать акцент на этом, что именно информация о пользе небольших доз является самой опасной. «Если человеку доказали, что алкоголь по чуть-чуть полезен, все остальное он попробует сам». Кстати, вы героин по чуть-чуть не пробовали? Нет, когда предлагают, говорят, нет, вы что, как можно героин по чуть-чуть? А вы слышали, что говорят героиновые наркоманы об алкоголе? Если мы работаем в сфере профилактики, мы обязаны знать, какое мнение у наркоманов о каких-то наркотиках, об основных, об алкоголе. Так вот, героиновые наркоманы об алкоголе, раз вам неизвестно, я скажу, так как регулярно с ними встречаюсь, они говорят, что алкоголь – это бычий кайф. Спрашиваешь, почему? А потому что в героине кайфа в сто раз больше. Итак, посмотрите, вы сказали, что интерес к наркотикам формируется в 12-13 лет. Это к нелегальным наркотикам. А вообще к наркотикам мы выяснили от рождения. Так вот, когда формируется интерес к нелегальным наркотикам, в 12-14 лет, и ребенок слышит о том, что в героине кайфа в сто раз больше, в 12-14 лет человек умеет умножать на сто. Как вы думаете, что он будет пробовать? Понятно. Но сейчас ситуация у нас еще хуже. Появились вот эти синтетические новые наркотики, которые сейчас делают еженедельно новую химическую формулу, придумывают. Чтобы вы понимали, как они действуют, я приведу пример. К нам пришел наркоман, я говорю, опиши, что ты испытал от употребления спайса. Он говорит, первый раз покурил, сделал всего одну затяжку. Так напугался, как не пугался никогда в жизни. Я говорю, и что? Он говорит, как только испуг прошел, отпустило. Я сразу побежал за следующий дождь. Представляете, насколько серьезны те наркотики, которые выпускают сегодня. Это уже не героин. Если тот, можно было бы понять, что наркоманы ищут какой-то кайф, то здесь человек напугался. И как только испуг прошел, сразу побежал за следующим наркотиком. Так вот, ко всем наркотикам приводит, к запрещенным наркотикам приводит употребление разрешенных. И основой для употребления любого наркотика являются ложные убеждения. О том, что в наркотиках есть удовольствие. О том, что наркотики, алкоголь, можно употреблять по чуть-чуть. Вот давайте ради спортивного интереса попробуем сейчас, так как мы все с вами родились и выросли, к сожалению, в пьющем обществе. Я хотел бы протестировать сознание присутствующих на предмет наличия в нем ложных убеждений. Вам интересно? Давайте попробуем. Как вы считаете, зная, что Россия на первом месте в мире по курению, курящих на 100 тысяч населения у нас больше всего в мире, мы на первом месте, зная, что Россия, ну если не первая, то в десятке первых по употреблению алкоголя, зная об этом, мы с вами можем сделать вывод, какой доход нашему государству от алкоголя и табака? Большой или маленький? Большой. Вот это ложное убеждение. В вашем сознании ложное убеждение. Как проверить, что оно ложное? Очень просто. Давайте вспомним, кто у нас производит и продает алкоголь. Самый потребляемый раствор какой? Пиво. Пиво в середине 90-х годов потребление пива в России было 15 литров на человека в год. В 2010 году 76 литров. Пять раз выросло потребление пива. Самый потребляемый раствор алкогольный. Кто производит пиво в нашей стране? На первом месте по производству пива компания... Да, все пиво в нашей стране. Более 90% делают 5 иностранных компаний. На первом месте компания Балтика. Самый большой завод в мире стоит в России. Но компаниям принадлежит Балтика, принадлежит скандинавским странам. Несколько скандинавских стран, Швеция, Норвегия, Финляндия владеют этим концерном. Если концерном владеет иностранцы, доход кому? А вы говорили нам. Директор Балтики российского представительства в 2009 году был назначен директором строительства олимпийского комплекса в Сочи. Сегодня это советник президента по спорту и здоровому уроку жизни. И Балтика является официальным партнером Олимпийских игр. На втором месте компания, выпускающая пиво Клинское, владеет заводами в Клину, Иванове, Курске, Волжске, Екатеринбурге, Омске и Саранский. Если Балтика выпускает почти 40% пива, компания Sun Interbray, выпускающая пиво Клинское, выпускает 20% пива в нашей стране, принадлежит Индии и Бельгии. На третьем месте компания, турецкая компания EFES. На четвертом месте голландская ферма Хейнекен. Слышали, такое пиво есть? И на пятом месте пиво Золотая бочка и Велкопоповецкий козел. Выпускает это пиво в нашей стране кто? Чехия. Обычно так говорят, Чехия. Ничего подобного. На бутылке, посмотрите, никто не скрывает, на бутылке написано три буковки S, A, B. South African Bravers. Южная Африка. Все пиво в нашей стране, почти все пиво делают иностранные компании. Пять. Вино делают в России? Ну, очень немного. Так как виноград растет, в большинстве случаев, за границей. У нас где виноград растет? В Краснодарском крае и все. Водку делают в нашей стране кто? Все, кому не лень. Частники. Итак, если выпускают частники иностранцы, доход частникам и иностранцам. Табак. Весь табак в России делают пять иностранных компаний. Самые известные – British American Tobacco. Золотой Я выпускают. Сигареты Петр Первый, русский стиль, кто выпускает, слышали? Русский стиль. Ну, русский стиль-то кто должен выпускать? Если вы посмотрите, на пачке написано «Зао Петро». Но если копнуть чуть поглубже, то вам станет известно, что компанией «Зао Петро» владеет компания Japan Tobacco International. Русский стиль. Все сигареты в нашей стране более 90%. Выпускают пять иностранных компаний. Итак, в нашей стране производством наркотиков заняты иностранцы. Как вы понимаете, доход иностранцам. Что остается у нас? У нас смертность от табака 20%. Смертность от алкоголя. Прямые косвенные потери. Порядка 37% смертей. Прямые косвенные потери. Что такое прямая потеря, понятно? Выпил – умер. Что такое косвенное? Выпил – зарезал, выпил – задавил и так далее. Помните, в прошлом году, год назад примерно, в Москве, мужчина разогнался на автомобиле по улице Минска и ехал со скоростью 200 км в час. Сколько нужно выпить, чтобы разогнаться в городе? До 200 км в час. Снес остановку на ней 7 человек, 5 родителей. Все эти люди были трезвые, кроме водителей. 7 человек трезвые, погибли. У водителя в крови обнаружили смертельную дозу алкоголя. Он остался живой. А все остальные умерли. И вот эти 7 человек, они входят в эти 37%. Итак, прямые косвенные потери из-за алкоголя – это самый опасный наркотик. 37% смертей. Вот мы с вами разобрали одно из ложных убеждений. То есть, смотрите, если взять табак 20%, алкоголь 37%, это больше половины смертей. Сюда приплюсовать нелегальные наркотики – больше половины смертей. Общая смертность в России, помните, сколько? 2 миллиона человек в год. Более половины смертей – это более миллиона человек. Более миллиона каждый год умирают только потому, что пьют по праздникам, курят или какие-то другие наркотики употребляют. Эти люди, миллион человек, больше никогда не принесут доход нашему государству. Миллион умирает. Миллион сидит в тюрьмах, больше половины преступлений совершается в нетрезвом состоянии. По словам самого главного кардиохирурга нашей страны Лео Бакерия, 1 миллион 300 тысяч человек ежегодно в России нуждается в операции на сердечно-сосудистую систему. Он же говорит о том, что главная причина сердечно-сосудистых заболеваний – одна из основных – это алкоголь и табак. Так вот, посмотрите, миллион умирает, миллион в тюрьмах, миллионы в больницах – цирроз печени, панкреатиты – главная причина алкоголя. Раковые заболевания чаще всего случаются у курящих и у пьющих людей. Миллионы людей в больницах. В случае с этим ложным убеждением, как его внедряют в сознание? Я хочу, чтобы вам это было известно. Человеку дают часть информации. Например, в нашей районной газете, в Татарстане, где, ну, пусть будет половина татары, которые считают себя мусульманами, в газете написано, что если вы купили за 100 рублей бутылку водки, выпущенную в Татарстане, то со 100 рублей – 37 рублей. Это акциз. Что такое акциз, помните? Это спецналог на высокоприбыльный товар. Наркотики приносят бешеную прибыль, поэтому назначается бешеный налог. И когда вы сказали, что доход большой, вы были правы, но правы только отчасти. А вторую часть информации нам не дают. Вторая часть заключается в том, о чем я уже сказал. Значит, миллион умирает, миллион в тюрьмах, миллион триста тысяч человек в России ежегодно нуждаются в операции на сердечно-сосудистую систему. Если про этих можно было бы забыть, то про этих забыть невозможно, потому что первых нужно, вторых, третьих нужно лечить, вторых, нужно ловить, сажать и охранять. Еще миллионы медперсонал милиции обслуживают эти категории людей. Итак, есть доход или нет? Доход вот в этом случае такой же, как в анекдоте. Девочка говорит, если бы папа не пил, то и хлеб не на что было бы купить. А так, сдаем, вы слышали, да, анекдот? Сдаем пустые бутылки и покупаем хлеб. Это было бы смешно, если это было бы не в нашей стране. А в нашей стране сегодня население вымирает, и происходит это под воздействием, в основном, главной причиной высокой смертности, роста преступности, заболеваний, употребления наркотиков. Самое главное, алкоголь и табак. Итак, мы с вами разобрали одно из ложных убеждений. Убеждений гораздо больше. Вот все эти убеждения мы рассматриваем на спецкурсе по освобождению от зависимостей. Ситуация в стране у нас с 92-го года население сокращается. Кстати, многие об этом даже не знают. С 92-го по 2012 год, на протяжении 20 лет, население ни разу не выросло. Только к началу 2013 года впервые рост населения, но, как вы понимаете, не за счет нашего населения. А население России продолжает вымирать. В 2001 году к нам в руки попал доклад, сделанный президенту тогдашнему и нынешнему Владимиру Путину. Группа ученых сделала анализ прожитых 10 лет, с 90-го по 2000-й, для того, чтобы понять, почему население России вымирает. Они сделали анализ прожитых 10 лет и выяснили, что главная причина всех проблем – это употребление алкоголя, табака и других наркотиков. Причин много, но есть основные и второстепенные. Главная причина – употребление наркотиков. Они делали анализ для того, чтобы сделать прогноз на ближайшие 100 лет и в докладе написали следующее. Они написали, уважаемый Владимир Владимирович, если ничего не менять, если жить, как мы с вами жили до прихода на эти встречи, на эту встречу, считать этиловый спирт пищевым продуктом, покупать его в магазине, тратить на это деньги, то со 145 миллионов человек в 2000 году к середине столетия останется половина населения, а к концу столетия немногим более 20 миллионов человек. Этот доклад нам попал в 2001 году, сегодня 2013, все, что предсказали ученые, мы с вами сегодня наблюдаем. Правда, по телевизору этого не показывают, поэтому многие об этом даже и не догадывались до прихода сюда. Но теперь вы владеете полной информацией, и по этому поводу я всегда зачитываю одно и то же стихотворение, которое называется «Последние пожелания Ивана». «Мы славно гуляли в республике вашей, мы доллары черпали полную чашей, пока вы тут пили, мы вас разорили, заводы продали, богатыми стали, а вам всем здоровье, живите богато, а мы отправляем ресурсы на запад, и чтобы ни крошки у вас не осталось, и чтобы здоровых детей не рождалось». Кстати, в России ежегодно только официальная цифра 2 миллиона абортов и еще столько же неофициально. И чтобы здоровых детей не рождалось, за ваши ресурсы дадим и вам шприцев, и спиртовагоны до смерти у пиццы, наркотики в вены, вливайте богато, валяйтесь как свиньи вблизи вашей хаты, дадим казино, сигареты, секс-фильмы, курите и пейте, рожайте дебильных. Больные, уроды для нас не опасны, мы их уничтожим поддельным лекарством. Для нас вы все быдло, дерьмо, папуасы. Зачем папуасам земные запасы? Вы слышите свиньи, мы стали богаты, мы скоро отнимем у вас ваши хаты. Вы все постепенно умрете бомжами, и долю такую вы выбрали сами. И ваша земля нам нужна без народа. Мы вас похороним в любую погоду. Так будьте здоровы, живите богато, насколько позволит вам ваша зарплата. А если зарплата вам жить не дозволит, тогда не живите, никто не неволит. Мы сегодня оказались с вами, наша страна, в состоянии войны. В России идет Третья мировая война. И главным оружием на этой войне является что? Наркотики, алкоголь и табак. Социальная политика для славян. На завоеванных территориях. Гитлер говорил, славянам никакой гигиены, только водка и табак. Смотрите, Гитлера давным-давно нет. А население нашей страны воплощает его политику на собственные средства в своей стране. Население вымирает. И что мы с вами можем противопоставить вот этой войне? Скажите, пожалуйста. Значит, смотрите, если мы понимаем, что главной причиной уничтожения России являются наркотики, то единственное, что мы можем противопоставить, это трезвый образ жизни. Больше не здоровый, а трезвый. И вот как-то я провел вот такое вот родительское собрание, дал им эту информацию родителям. после моего выступления выходит директор школы. Знаете, такой спортивный вид мужчина. Он говорит, вот я знаю еще один способ, как можно уберечь детей. И начинает рассказывать о том, как он ведет работу, занимаясь с детьми. Он ведет, кроме того, что он директор школы, ведет кружок по регби. И показал два трехминутных ролика, где дети, выезжая вместе с ним на соревнования, тренировки показал. Вот это, говорит, замечательный вариант профилактики. Как уберечь детей. Займите их спорт. Родители прослушали. И кто-то взял и спросил, видимо, под впечатлением от моей лекции, мне так показалось. Говорит, а вы сами курите? Директор школы говорит, ну, вот не курил долго, но когда школу начали ремонтировать, закурил. А как стресс снимаете, спрашивают его родители. Он говорит, ну, водочку пью. Заметьте, водочку. Как вы считаете, вот, в отношении профилактики, какой пример от этого человека детям? Может, его пример дать для детей, которые пошли к нему в секцию, гарантию от наркомании? Нет. И поэтому нездоровый, а только трезвый образ жизни может спасти нас. Нас сегодня. Именно нас и наших детей. Почему я говорю о нас? В прошлом году я проводил уроки в одном из магазинов. Ну, стандартная ситуация, жилой дом, в торце дома магазин, написано, продукты. Заходишь в магазин, мне позвонили жильцы и попросили зайти и посмотреть. Заходишь в магазин, с одной, значит, три отдела фрукты, продукты, наркотики. Мне позвонила женщина из подросткового клуба, она говорит, здесь продают какие-то интересные приборы, непонятные приборы для курения. Не могли бы вы зайти и посмотреть. Захожу, на нижних полках колбочки для курения, действительно, необычные, это не кальян, а на верхней полочке на уровне глаз подростка лежат всевозможные смеси. Обычно в таких магазинах работают продавцы молодые, а здесь женщина лет, ну, пенсионный возраст точно, ну, и так как она в этом ничего не понимает, на ценниках все расписано, чего-чего вызывает. Да, значит, лежит наркотик, написано, при употреблении вызывает галлюцинации, психоделический эффект, заметьте, заходишь в продуктовый магазин и что ты там купишь сейчас, поэтому, поэтому, абсолютная трезвость уже сегодня для нас с вами является гарантией от употребления каких бы то ни было наркотиков. И лучший пример для наших с вами детей. И поэтому ничего, кроме трезвости, мы с вами как гарантию от наркотиков нашим детям дать не можем. ничего лучше, чем свою личную трезвость. Это гарантия для нас, для наших детей это лучший пример. Я специально на этом слайде поместил определение, которое мы даем этому состоянию трезвости, ведь по трезвости не все люди понимают одно и то же. Очень часто общаясь с окружающими людьми, вы, наверное, это замечали, человек говорит, что он говорит, я веду трезвый образ жизни, и вот когда общаешься, создается ощущение, что у нас все в стране трезвые, ну кроме алкоголиков. Кроме алкоголиков все трезвые, но кто-то пьет 76 литров пива в год. В Москве, это в качестве примера, к Новому году было заготовлено 40 миллионов бутылок шампанского на Новый год. Только шампанского? На 12, сколько там, миллионов человек, ну больше 10 миллионов, 40 миллионов бутылок шампанского. Алкоголики не пьют шампанского. В таком количестве. Так вот, когда говоришь о трезвости, забегая как-то в школу, стоит человек, с которым мы вместе учились, мы с ним не знакомы, то есть только на лицо знаю, забегая, у него ребенок учится в школе, куда бежишь? Я говорю, проводить урок трезвого образа жизни. Он говорит, прям он аж ладони потер, он говорит, я с вами. Я говорю, в смысле с нами? Он говорит, ну вот это вот, то, что ты сказал. Я говорю, за трезвость, я говорю, в смысле, не пьешь что ли? Он говорит, не, не пью. Я говорю, стандартную школьную серию вопросов задаю, вообще что ли не пьешь? Вообще не пью. А по праздникам? Он в лице изменился, он говорит, ну по праздникам, как это бывает. И вот, чтобы у нас с вами путаницы в голове не было, я специально вот на этом слайде написал наше определение, что такое трезвость. Трезвость это, когда я вообще ничего не употребляю из наркотических веществ. Почему люди в нашей стране теряют трезвость? Вы на сегодняшней встрече уже поняли. Главная причина потери трезвости это обман. Человеку доказывают, алкоголь по чуть-чуть полезен, согревает, снимает стресс, расслабляет и так далее. Приносит доход и человек, вот эта статья так написана, что прочитав ее у неподготовленного человека возникает желание бежать за татарской водкой в магазин, чтобы вложить 37 рублей в казну Татарстана. Как еще можно положить 37 рублей? Больше никак, купить бутылку водки. Так вот, именно массовый обман дает тот эффект, который мы с вами сегодня испытываем, когда наши дети употребляют уже не просто легальные наркотики, пьют пиво на улице. Вспомните, 25 лет назад это возможно было, чтобы подросток с пивом на улице стоял? Нет. А сегодня это обычная картинка. И не только пиво, но прибегают уже к другим наркотикам. Дело дошло до того, что сейчас ведь у вас есть в школах тестирование? Школьников тестируют? Вот в наших школах это впервые началось в России, то есть Татарстан был в числе первых, кто ввел такое тестирование. На тестировании тест показывает не все наркотики, а только вот те старые наркотики. А то, что выпускают сегодня, не показывают. И поэтому дети, зная об этом, открывают в интернете соответствующие сайты и учатся употреблять сегодня уже не только то, что официально является наркотиком, но даже умудряются попробовать обычную траву с газона. То есть вот у нас было зарегистрировано несколько случаев, когда дети пробовали траву, которая растет, она ядовитая, раньше об этом не знали, но они нашли инструкцию в интернете и попробовали что-то съесть. Почему это происходит, мы с вами сегодня выяснили, массовый обман. Массовый обман населения, и вот я хочу заметить, что эффект дает именно массовость. То есть если давать информацию для небольшого количества людей, то эффект не такой. а чем больше народу и чем наглее ложь, тем человек это лучше воспринимает. В качестве примера, да, вот подтверждение, подтверждение этому вы можете найти в высказывании Адольфа Гитлера, который сказал, что широкие массы скорее становятся жертвами большой лжи, чем маленькой. То есть чем наглее ложь, чем больше народу, тем лучше воспринимается. и вот я уже говорил о том, в чем заключается самая главная ложь о самом главном наркотике. Это алкоголь. Небольшие дозы алкоголя полезны. Об этом все слышали? Как доказать, что это ложь? Небольшие дозы нам рекомендуют научиться контролировать. И, кстати, вот в случае с алкоголем говорят, культурное употребление по праздникам. Если в меру, то полезно. Как доказать, что это ложь? Очень просто. Вспомните, в медицине наркотики применяются в качестве анестезии. Что это значит? Это значит, если больному нужно сделать, например, какую-то тяжелую операцию. Ну, давайте грубо возьмем, отпилить ногу. Если у живого человека без наркоза начать пилить ногу, что с ним произойдет? Болевой шок. Что это значит? Это у него будет такая боль, которую психика не сможет контролировать. И из-за болевого шока человек сможет даже умереть. Так вот, посмотрите, психика не может контролировать такую боль. И тогда человеку делают чего? Наркоз. И что начинает контролировать психику? Наркотик. То есть, главная функция любого наркотика, алкоголь до 1945 года применялся в медицине как наркотик. Главная функция любого наркотика, в том числе и алкоголя, это контроль над психикой человека. И никогда обратного не было. А человек убежден, что можно научиться контролировать. Это невозможно в принципе. Может ли наркотик быть пищевым продуктом? Может или нет? Нет. Почему? Алкоголь продают в продуктовом магазине. Почему не может алкоголь быть пищевым продуктом? Наркотик почему не может быть пищевым продуктом? Потому что все наркотики, помните, большая советская энциклопедия, являются ядами. Небольшие дозы яда полезны. Как вам такое? Вы крысиный яд по чуть-чуть не пробовали? Вот с крысиным ядом никто не попробует. А с алкоголем нам с вами смогли доказать и с этим утверждением. Алкоголь полезен. Никто даже не поспорил. Алкоголь относится к растворителям. К таким же растворителям, как, например, ацетон. Ацетон по праздникам не пробовали? Хороший. Качественный. Из красивого графина. Под хороший тост. Нет. И спирт этиловый, и ацетон являются растворителями. Почему не возникает желание пробовать ацетон? Потому что его никогда не продавали в продуктовом магазине. А алкоголь по сей день продают в продуктовом магазине. И это главная причина того, что у человека вырабатывается буквально от рождения. Как только его впервые занесли в продуктовый магазин, и он увидел на одном прилавке алкоголь и молоко. Не на одном прилавке, а на лучших прилавках алкоголь, а молоко в конце магазина. а табак над головой. Чтобы ты мимо не прошел. Итак, в нашей стране идет информационная война. Главным оружием на этой войне является информация. человеку пробивают голову информацией о том, что яд, алкоголь, полезен. И вот мне это представляется, как можно представить в виде информационной бомбы, а можно представить в виде инъекционного шприца. Иголочка, самая тонкая игла. Человеку прокалывают сознание вот этой информации, что алкоголь полезен. по чуть-чуть. Ведь, по сути, ну, не то, чтобы... Вот когда человек выпил бокал шампанского, это вредно? Если выпил ведро водки, это понятно, отравление, смерть. А с бокалом шампанского вроде ничего, у некоторых даже до головы ничего не доходит. И казалось бы, ну, казалось бы, вроде ничего вредного нет. На самом деле это не так. Если вы слышали, помните, по этому поводу, по поводу небольших доз алкоголя, физик-теоретик Лев Ландау, лауреат Нобелевской премии, сказал, один традиционный бокал шампанского лишает меня творческой деятельности на целый месяц. И поэтому он принял решение не употреблять спиртное вообще. Любые дозы опасны, но нам с вами в этой информационной войне прокалывают голову информация о пользе небольших доз, и через эту дырку потом вливают все остальное про любые другие наркотики. Противопоставить этой информационной войне мы с вами можем трезвость, и у трезвости есть еще один уровень, о котором я хотел сказать. Трезвость это самый первый уровень не употреблять ядовитые вещества, а для того, чтобы их не употреблять, нужно следить за той информацией, которая попадает в голову. И трезвость, более широкое определение этому состоянию, это здравая рассудительность, свобода от иллюзий и самообмана. Сегодня мы с вами выяснили, что в сознании находятся ложные информации, то есть мы до прихода сюда находились в иллюзии, что алкоголь приносит большой доход. Мы сегодня выяснили, что это не так. Ложной информации гораздо больше, все мы сегодня не успеваем с вами разобрать. Я желаю вам обрести вот это состояние, вернуть это состояние, если вдруг его потеряли, а большинство в нашей стране теряет это состояние, вернуть себе трезвость, и если вдруг вам станет грустно, ведь некоторые люди утверждают, что трезвость, ну, вроде состояние хорошее, но скучно. Если вдруг, приняв решение жить трезво, вы почувствуете, что вам грустно и скучно, я хочу, чтобы вы знали, что это состояние, этого состояния придерживались и придерживаются знаменитые и выдающиеся люди не только в нашей стране. Да, кстати, для того, чтобы это состояние обрести, я предлагаю вам сегодня всем взять обращение, вам раздадут обращение самого старого в мире хирурга Федора Углова, и в этом обращении есть обязательства. Вот в буклетике, который вам раздадут, будет вот такое обращение обязательства личной трезвости. Что мы сегодня можем и должны сделать прежде всего для наших детей, для своих. Так же, как раньше, употребляя алкоголь по праздникам, мы пропагандировали нетрезвый образ жизни, как сегодня преподать пример трезвости? Просто не пить недостаточно, нужно об этом заявить. И самая лучшая форма, которую я знаю, это принятие, письменное принятие такого обязательства. Я такой-то, такой-то, принимаю решение ни при каких обстоятельствах не принимать пиво, вино, шампанское и другие наркотики, потому что понял, что алкоголь, табак разрушают мое здоровье, уничтожают моих близких, мой народ. Вот это обязательство я прошу вас, если вы хотите работать в сфере профилактики, эффективно давать гарантию от наркомании, подписать и повесить где? на самом видном месте дома. Для того, чтобы наши с вами дети, наши с вами близкие увидели, что такое состояние есть, и это состояние самое лучшее. И если вам вдруг станет грустно, то я хочу, чтобы вы помнили, что трезвости придерживались известные и выдающиеся люди в нашей стране. Это педагог Сергей Александрович Рачинский. Вы слышали об этом педагоге? Биолог, автор первого перевода книжки Дарвина «Происхождение видов». Значит, Сергей Рачинский оставил науку, бросил все дела и уехал в деревню для того, чтобы организовать сначала первую, вторую, третью, и он был организатором 20 школ, 4 из которых содержал наличные средства. Что он заметил за своими учениками? Как-то говорит, я иду и смотрю, сидит ученик, который подавал большие надежды, сидит на телеге этот ученик, пьяный, до невменяемости. И здесь, говорит Сергей Рачинский, я понял, что то, что мы даем детям в школах образования, не стоит ничего, если не дать детям самое главное, что позволит потом эти знания воплотить в жизнь. мы не даем им трезвости. И здесь, говорит он, я принял решение призвать людей к трезвости. Я начал их призывать. Я призывал людей к трезвости, но сам употреблял по праздникам. И видел, что все мои призывы это как глаз вопиющего в пустыне. И здесь он говорит, я понял, что не просто слова, а должно быть какое-то дело. И вот это человек, который в день своего ангела 17 июля 1882 года пришел в церковь в селе, где он жил, и вместе со своими учениками дал церковный обет трезвости. То есть перед вами гражданский, а он дал церковный обет трезвости. И как только я это сделал, пишет Сергей Рачинский, за мной устремились тысячи. Тысячи его учеников, близких и знакомых принимали такое решение жить абсолютно трезвой жизнью. Иван Петрович Павлов, первый русский нобелевский лауреат, Федор Михайлович Достоев, об алкоголе он сказал ни больше, ни меньше, вино скотинет и зверит человек. Лев Николаевич Толстой, середина 80-х годов 19-го века, потребление алкоголя в чистом спирте в России было что-то около 3-4 литров на человека в год. Сегодня сколько спиртного пьют в России, знаете? Что-то, ну вообще никто не знает сколько пьют, потому что производят все, кто хочет. Значит, где-то порядка 20 литров на человека в год сегодня, чистого спирта на человека в год. Тогда 3-4 литра. И вот Лев Николаевич Толстой был основателем одного из первых обществ, которое называлось «Согласие против пьянства». С целью увеличения численности согласия Толстой составил текст литографического листка, который распространялся как в Тульской, так и в других губерниях страны. Вот его содержание. Ужасаясь перед тем страшным злом и грехом, которые происходят от употребления алкоголя, мы, ниже подписавшиеся, порешили, во-первых, для себя никогда не пить пьяного, ни водки, ни вина, ни пива, ни меда, не покупать и не угощевать ничем пьяным других людей. Во-вторых, по мере сил внушать другим людям и особенно детям о вреде алкоголя и о преимуществах трезвого образа жизни и привлекать людей в наше согласие. Просим всех согласных с нами заводить себе такой лист и вписывать в него новых братьев и сестер и сообщать нам. Братьев и сестер, изменивших своему согласию и начавших опять пить, просим сообщать нам об этом. Первые записавшиеся братья и сестры Лев Толстой. Неподдельная искренность текста обращения действовала на многих неотразимо. При этом громадное влияние на людей оказывало подпись самого Льва Толстого, считавшегося совестью России. Взрослые, вступая в согласие, записывали в него своих детей. В архиве Толстого сохранилось несколько таких листков, под которыми стоит 744 подписи. Среди них русские живописцы Репин, Миклуха Маклай. И вот в письме к своему приятелю Жилтову писатель отмечал, зло это пьянство, такое страшное и такое особенное, и до таких размеров доходит, что против него надо и бороться особенным образом, и для поддержки браться рука с рукой, знать каждому, что он не один. Наша с вами задача, если мы хотим сохранить себя, своих близких, свой народ, сегодня в этой беде объединить свои усилия. Поэтому я вас прошу, прошу сейчас не от себя, а прошу от тех родителей, которые приходят к нам. К нам приходят родители, причем родители разные по специальности, дворники, то есть социальное положение разное, от дворников до директоров депутатов. Никого эта беда не обошла стороной. Я вас прошу от лица родителей, которые к нам приходят, детей, которые сегодня употребляют, пробуют наркотик. Я зашел в наркологию последний раз, мы посещаем от реабилитационного центра наркологию, ходят два подростка. Я говорю, это что, тоже лежат? Да, тоже два подростка 14 лет попробовали траву с газона. Все, их положили в наркологию. И вот от лица наших с вами детей, я прошу вас принять на себя такое обязательство, жить абсолютно трезвой жизнью и объединить наши усилия в борьбе за спасение нашей страны. Вам всем раздали обращение самого старого в мире хирурга Федора Григорьевича Углова, в котором Федор Углов пишет, что борьбу за трезвую и счастливую жизнь, за профилактику, женщина должна начать с себя. Только тогда она имеет моральное право бороться за трезвость в семье, в школе или еще где-то. И только тогда она является примером для мужа и детей. Лев Ландау, о котором я уже говорил, самый сильный боец 2009 года Федор Емельяненко, который об алкоголе сказал, я не употребляю алкоголь и отказался от него, потому что как только за границей видят русского, сразу говорят водка, водка. Я сам был свидетелем этой ситуации. В 2010 году, когда нас отправляли в Соединенные Штаты Америки, тема была, тема нашей поездки, трехнедельная командировка в Северную Каролину, все три недели нас водили по организациям, которые занимаются профилактикой и реабилитацией наркоманов. И в какую бы организацию мы приходили, я, значит, у нас делегация была 10 человек из Татарстана, 4 трезвенника. Мы приходили в каждой организации, в конце руководителю я вручал флажок, российский флажок, на котором было написано «Трезвая Россия». Когда переводчик переводил руководителя «Что там написано?» Они говорят «Россия трезвая». Что это такое? Они удивлялись этому. То есть мы с вами за границей выглядим именно так. И поэтому Федор Емельяненко говорит «Я перестал пить, потому что задержал». Ну помните как у Успекаева «Задержал обидно». Это самая дорогая купюра в мире. Несколько лет назад она вышла из оборота, но пока она была в обороте, ее стоимость равнялась более 600 евро. Август Форель ученый, великий ученый, великий трезвенник. Ну в качестве ученого с обратной стороны купюры нарисован муравей. С детства очень любил перепончатых крылок. Август Форель всего посвятил 272 работы общей численностью более 7000 страниц своим любимым муравьям. Восемь насекомых названо его именем. Когда в 1910 году Август Форель читал лекцию, о своих любимых муравьях, бешено обладирующие аудитории смогли выгнать из зала только после того, как был выключен свет. Его именем назван изучал не только муравьев, но и анатомию человека. На этой стороне купюры мозг в разрезе. Его именем назван перекрест корей головного мозга, перекрест Фореля. А также этот человек был великим, его называют великий трезвенник. Будучи наркологом и директором психиатрической клиники, он говорит, я был вынужден лечить алкоголиков, но эффекта не было, устойчивого. И вот к нам в городок привезли сапожника. Сапожник этот был представитель христианской трезвенческой организации. и мои алкоголики начали ходить к этому сапожнику для бесед. И после бесед с сапожником мои алкоголики принимали решение перестать пить навсегда. Мне стало интересно, я пошел к этому сапожнику и спросил, как вам сапожнику удается добиться такого успеха. Я директор клиники, психиатр, не могу, а у вас получается, у сапожника. На что сапожник спрашивает, он говорит, а как вы к алкоголю относитесь, по праздникам пьете? Он говорит, бывает, по праздникам же. Он говорит, вот в этом ваша беда. И здесь, говорит Август Форель, не алкоголик, ученый, он говорит, здесь я понял, в чем ошибка, протянул сапожнику руку и сказал, с этого момента я трезвенник. И именно с этого момента, пишет Август Форель, в моей клинике начали появляться вылеченные алкоголики. Сам Август Форель, возглавлял на протяжении многих лет самую старую и большую трезвенническую организацию в мире, она называется ИОГТ, Интернациональная Организация Гуманизма и Трезвости. Филиалы более чем в 150 странах мира. Когда в 1910 году, чтобы говорить о том, насколько он был убежденным трезвенником, в 1913 году он был в России на криминалистическом совете, когда после совета был накрыт стол, Август Форель отказался, демонстративно отказался поднять бокал за императора, потому что на столе не было сока, было только вино. Вот такие убеждения имел этот великий ученый, великий трезвенник. Итак, для того, чтобы жить трезво, нужно помнить, что человек рождается, и состояние, в котором он рождается, трезвость, это праздник каждый день. Только трезвость может спасти сегодня нас, завтра, это лучший пример для наших детей. Трезвость это фундамент для здорового образа жизни, и для нашей страны трезвость это единственная возможность выйти туда, где она была испокон веков, в лидеры мировых государств. Поэтому всем вам я желаю трезвости и всего, что к трезвости прилагается. А к трезвости обычно прилагаются успехи в воспитании детей, в труде, в любви, в семейной жизни. И если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Потенциальные курильщики не являются наркоманы? Потенциальные, те, кто еще не закурил? Нет, но курильщики не закурил. Пассивные. Пассивные курильщики? Да. Кем являются? С наркоманами. Ну, пассивными получается, с наркоманами нет. Дело в том, что наркоман это человек, употребляющий наркотики с целью опьянения. Например, человек покупает бутылку шампанского. С какой целью? Почему покупают шампанское, а не сок? Наркотики, алкоголь, покупают алкогольные изделия из-за наркотика. То есть, если я употребляю по своей инициативе для опьянения, это наркомания. Пассивное курение это не моя инициатива, я вынужден находиться. Поэтому наркоманией это назвать нельзя. Так же, как нельзя назвать наркоманией, когда делают наркоз. Раз уж этого вопроса коснулись, давайте мы с вами протестируем сознание на предмет еще одного ложного убеждения. Курение бывает активное и пассивное. Активное это когда человек вдыхает вонючий дым из вонючей соски. Так? А пассивное это когда оказался рядом. Тестируем сознание на предмет наличия в нем вирусов. Ложных представлений. Какое курение вреднее? Активное или пассивное? Понятно, что оба вредны. Еще раз задаю вопрос. Какое курение вреднее? Активное или пассивное? Пассивное. Заметили, да? Это в вашем сознании ложное убеждение. Как проверить? Для этого давайте размеремся как внедряют это ложное убеждение. Нам говорят, что тот, кто курит делает затяжку. Затяжку берем за 100%. Потом он чего делает? Выдыхает. Выдыхает человек сколько? Ну что уж никто не выдыхает. 70 возьмем. Да? Больше половины. Значит, выдохнул 70, у него осталось сколько? Значит, рядом стоящий вдыхает сколько? Если мышление по инерции вроде 70. Ну так это на самом деле или нет? Давайте произмышляем. Тот, кто выдохнул, дышать перестал? Нет. Он вдыхает и из воздуха и из соски из вонючей. А этот только из воздуха. Кому больше попадает? Активным. Вы заметили, что в сознании находится вирус? Школьникам я вообще не успеваю задать вопрос. Я говорю, какое курение вреднее? И все, сразу, пассивное. То есть здесь вот взрослая аудитория еще более-менее думает, а школьники сразу все. Вот я видел, как эту информацию внедряют через телевизор. Сидит некий мужчина, знаете, такой солидный, возраст, написано, кем он является, я не помню, кто, значит, его регалии. Журналист спрашивает, как вы считаете, как вы относитесь к курению? Он говорит, курение – это плохо. А какое курение вреднее, активное или пассивное? Он говорит, конечно, пассивное. Журналист спрашивает, а почему? Он говорит, давайте я не буду объяснять, почему это долго, я просто приведу пример. Собрались в одной аудитории все вместе, курильщики и некурящие. Курильщики достали сигареты, покурили и вышли, а некурящие остались сидеть. Так же, как и вы, я смотрел на экран телевизора, это первый канал. У меня начали возникать, так же, как у вас, вопросы. У вас начали возникать вопросы? Какие? Зачем они сидели вместе? Куда пошли курящие после того, как они покурили? Зачем не курящие там остались сидеть? Глупее ситуацию придумать сложно, но эта информация, она уже обманутые уши прозвучала с экрана центрального канала, и миллионы людей еще раз убедились в том, что пассивное курение виднее. Это ложь. И таких ложных убеждений в сознании не один десяток. Поэтому, еще раз напоминаю, мы о них обязательно говорим на спецкурсе по освобождению от вредных привычек. К нам приходят не только алкоголики. Поэтому, если вам было, вам сегодня интересно было? Если вам было сегодня интересно, я приглашаю на Грязнова 51 сегодня в 6 вечера для того, чтобы разобрать оставшиеся ложные убеждения, познакомиться подробнее с выходом из любой наркотической зависимости. Наши курсы отличаются от медицинского вмешательства тем, что на наших курсах у нас не медицинский метод. Человек узнает об устройстве вредной привычки и учится тому, как разобрать это устройство, чтобы оно больше никогда не сработало. Еще вопросы есть? газ из баллончика употребляют. Сегодня дети употребляют газа из баллончика веселящей, газа траву с газона, таблетки из аптеки. Все это является какой-то из форм наркомании. Я не могу сказать точно пропан или что там в газовых баллончиках, бутан, наркотик это или нет. Но сам факт дети им в обычном состоянии не нравится. Это попытка изменить сознание. Поэтому это можно отнести к наркомании, может быть, официально не включено, но попытка изменить свое сознание, это уже говорит о том, что раз он из баллончика что-то попробовал, не факт, что он не попробует что-то другое. И мы сегодня выяснили, что в основе всего этого изменения сознания лежит алкогольная программа праздника. Для того, чтобы получше это запомнить, я еще раз нарисую стол с бутылкой, который рисуют дети, когда речь идет о празднике. Алкогольная программа праздника это информация в голове о том, что для того, чтобы был праздник, просто жить трезво недостаточно, нужно что-то проглотить, а вот что он будет проглатывать, это уже что ему будет доступно. Еще вопросы? Я благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы, которые вы сейчас не вспомнили или неудобно задавать при аудитории, вы можете задать их отдельно сейчас или у вас у всех остался на буклетиках мой телефон 927 начинается, это мой телефон, до воскресенья я в вашем городе. Спасибо за внимание. До встречи.